Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаем, товарищ майор! Садитесь! С такого приветствия начинается каждый рабочий день Светланы Подолец. Майор в запасе, после службы в органах внутренних дел, она пришла в шестую школу работать с детьми. Теперь в учреждении два кадетских класса с полицейским уклоном. Класс поделён на два отделения. Класс – это у нас взвод. У взвода есть командир, есть зам. Во взводе у нас два отделения. Первое отделение, второе. Так вот на русске написано первое отделение и второе. Там баллы. Баллы за внешний вид, за форму, за выполнение домашнего задания. И командир уже отделения проверяет домашнее задание. Проверили, доложили, доложите. У меня сегодня два человека не сделали домашнее задание. Вот вам минус 20 баллов. Посмотрите, у кого-то плюс 40, а у кого-то плюс 20. В обучении кадет-полицейских сыграла свою роль и территориальная близость школы к отделу МВД. У нас школа очень хорошо расположена, рядышком полиции. У нас нет проблем с экскурсиями, с какими-то занятиями. Мы приходим в полицию, мы с ними, у нас есть совместный план, мы с ними заключили договор. Они нас принимали в полицейские, приходили. В общем-то, у нас тут всё близко. Мы идём к ним и на строю подготовку, они с нами занимаются, и на любые праздники. Сотрудников МВД ребята поздравлялись 23 февраля. Свою порцию тёплых слов от воспитанников в этот день получила и Светлана Григорьевна. Вчера была без формы, сегодня я делала, они говорят, с праздником, с праздником. А вообще, по словам Светланы Подолец, на женщину в форме всегда обращают внимание. Одни с уважением, другие с осторожностью. Я сейчас ожидала тут в коридоре, мужчина ходит телефон звонить. Я говорю, вы как-то потерялись, что ли? Он говорит, нет-нет, я всё нашёл. А когда я просто хожу и говорю, они там говорят, да, мы там хотим пройти. Ну, немножко так с осторожностью. Кстати, за время её работы инспектором по делам несовершеннолетних форма сотрудников изменилась несколько раз, вспоминает Светлана Григорьевна. Один, наиболее любимый из предыдущих вариантов одежды, она до сих пор хранит в качестве музейного экспоната. Ну, немножко поменялось, видите, цвет поменялся, а всё остальное осталось. Люблю я свой пиджачок, он у меня тут лежит, как реликвия. Историю надо хранить, её надо знать. Впрочем, несмотря на погоны и выработанный командный голос, женщины в форме остаются в первую очередь женщинами. На праздники-то мы всегда ходили нарядными, нам разрешали приходить в праздники нарядными, видно, что женщины в погонах есть. Вам как обращаются, по званию или по имени отчеству? Когда у нас проходит поверка, они опоздают, говорят, товарищ майор. А так Светлана Григорьевна для всех. И именно по-женски Светлана Григорьевна порой нянчится со своими подопечными, обучая их не только в военной выправке или о зампрофессии полицейского. Кадетская продлёнка начинается, она у нас с двух часов. Ну, иногда, если в час уроки заканчиваются, то они приходят, и до четырёх они в этой продлёнке Кадетской, они приходят и всегда говорят, а куда мы пойдём? Нет у нас что-то одинакового. А куда мы пойдём? А что мы сегодня делать будем? А мы будем, чтобы в футбол играть? У нас всё, и футбол, и игры, и библиотек, всё, что угодно. Занимаем детей, развиваем. У нас танцы, песни, пляски, всё у нас есть. Что касается танцев, мастерство вальсирования ученики шестой школы показали на Кадетском балу. Но чтобы научить чему-то детей, сначала их нужно заинтересовать, считает героиня сюжета. Шестые классы немножко посерьёзнее. А в пятом классе как игра. Вот мы, зорница у нас продолжается. У нас сегодня поход в музей, мы с вами пошли в поход. У нас сегодня марш-бросок. А что такое марш-бросок? Так, мы одеваем портфели и с вами идём на экскурсию, полтора часа шагаем туда, час туда, час обратно у нас получается. Поэтому вот в виде игры, да, им это очень интересно. И уже без микрофона, прощаясь с нашей съёмочной группой, Светлана Григорьевна добавила. Было бы здорово, если бы женщины в погонах приходили работать в школу, воспитывать детей.